Си Цзиньпин призвал создать в КНР военно-медицинские университеты мирового класса. В Пекине проходит крупнейшая автовыставка Китая. Экипаж Шэньчжоу-18 встретился на орбите с тайканавтами предыдущей миссии. Медиакорпорация Китая трансфирует фильмы о Поднебесной на телеканалах Сербии. В Китае необходимо создать военно-медицинские университеты мирового класса, которые будут ориентированы на реальные потребности войск на поле боя. Это позволит стране занять передовые позиции в данной сфере. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в Армейский медицинский университет. В ходе визита глава государства ознакомился с работой учебного учреждения и его ключевыми дисциплинами, связанными с медпомощью на поле боя. Лидер КНР призвал руководство ВУЗа повысить уровень обучения и подготовки кадров, усилить потенциал медицинского обслуживания и поддержки. Си Цзиньпин подчеркнул важность подготовки военных врачей с высокими моральными и профессиональными качествами, а также внедрение передовых разработок в области военной медицины. В китайской столице проходит 18-й пекинский международный автосалон. В этом году на площадке дебютировало 117 новых моделей – рекордное количество в истории выставки. Всего здесь представлено около 1000 машин, более 80% из них на новых источниках энергии. Свою продукцию привезли около 500 известных производителей из 13 стран, среди участников немало крупных зарубежных автобрендов. В этом году исполняется 40 лет с начала присутствия Volkswagen в Китае. Мы постоянно поднимаемся здесь на новые высоты. В этом году планируем занять около половины рынка автомобилей на новых источниках энергии. Это очень много. Немецкий автопроизводитель BMW также планирует наращивать инвестиции в Китай. С 2010 года мы инвестировали в КНР более 100 миллиардов юаней, и мы продолжим вкладывать ресурсы в этот рынок. Более того, BMW и Mercedes объявили о совместных планах по созданию сети зарядных станций в Китае. Поднебесная задает зеленый тренд и среди других производителей. Специально для местного рынка Honda запустила новый бренд электромобилей, а Toyota и Ford увеличили инвестиции в КНР для создания автомобилей на новых источниках энергии. Тайканавты пилотируемого корабля Шинжоу-18 совершили успешную стыковку с орбитальной станцией Тяньгун. Там члены экипажа встретились с участниками предыдущей миссии Шинжоу-17. Новую миссию возглавляет Егуанфум. На орбите он уже во второй раз. А для Ли Цуна и Ли Гуансу это первый полет в космос. Экипаж Шинжоу-18 пробудет на станции полгода. За это время тайканавты проведут эксперименты, которые спланировали ведущие научные организации Китая. Естествознание занимает очень важное место в программе космических экспериментов. Мы подготовили четыре проекта. Три из них посвящены наукам о жизни и один материаловедению. В Ланчжоузском институте химической физики при Китайской академии наук по итогам миссии планируют разработать уникальные материалы со сверхнизким коэффициентом трения. В нашем эксперименте используются инновационные смазочные материалы. Они очень важны для освоения космоса и работы на орбите. Такие материалы помогут уменьшить износ механических деталей и продлить срок их службы. Благодаря их использованию мы надеемся сократить потребление энергии во время космических полетов. В Пекинском университете в качестве объекта исследования выбрали стволовые клетки растений. Во время миссии Шинжо-18 ученые будут наблюдать за их реакцией на невесомость. Ученым из Сямэньского университета космические эксперименты помогут исследовать происхождение жизни на Земле. Роль подопытных сыграют нуклеиновые кислоты и белки. Наша цель – узнать, как зародилась жизнь 3 миллиарда 800 миллионов лет назад. На орбите можно смоделировать условия той эпохи. В ходе космической миссии члены экипажа Шинжо-18 проведут более 90 экспериментов и выполнят несколько выходов в открытый космос. Образ Китая Образ Китая. Под таким названием в Белграде проходит кинопоказ, призванный пролить свет на достижения, а также богатство природы Поднебесной. Мероприятие организовала медиакорпорация Китая совместно с национальной телерадиокомпанией Сербии. Европейские зрители увидят свыше 10 оригинальных телефильмов и кинокартин. Среди них «Углеродный след человека», «Китай. Вид с воздуха», «Медленный поезд», «Дуньхуан на песчаном морском берегу», «Мечта из стали» и другие. Ленты транслируют на национальных телеканалах в прайм-тайм. Руководство медиакорпорации Китая планирует и дальше развивать сотрудничество со СМИ Сербии, способствовать укреплению связей и рассказывать жителям европейской страны о Поднебесной. Редактор субтитров А.Семкин